В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период. Все подробности у нашего корреспондента. Из-за длинных выходных Люберецкая полиция несла службу в усиленном режиме. Сотрудники МВД охраняли общественный порядок в местах массового скопления людей. За минувшую неделю в межмуниципальное управление поступило более 2,5 тысяч обращений граждан. 26 уголовных дел возбуждено, 20 из них раскрыто по горячим следам. Также было 189 ДТП с тремя пострадавшими. Личный состав также продолжает с управлением образования заниматься едиными экзаменами и другими массовыми мероприятиями, которые проходят в Люберецком округе. На минувшей неделе на территории городского округа Люберца произошло два пожара. Один в нежилом помещении, второй в подъезде многоквартирного дома. В результате инцидентов никто не пострадал. 2 июня в 9 часов 53 минут город Люберца, улица Шоссейная, дом 6. В одном из подъездов многоквартирного 9-этажного жилого дома обгорели детские коляски на площади 3 квадратных метров. Закоптили стены и потолок с 1 по 9 этаж. Страдавших нет. Отчеты о проделанной работе предоставили руководители управления администрации Люберец. Участники совещания ознакомились с деятельностью блоков ЖКХ благоустройства дорожного хозяйства, а также охраны окружающей среды. В акватории Кореневского карьера запустили специальный буй для анализа качества воды. В данный момент буй работает в тестовом режиме и позволяет контролировать 7 гидрохимических параметров. После того, как специалисты-разработчики удостоверятся, что все системы работают штатно, в управление по охране окружающей среды будут переданы пароли от облачного хранилища отечественного сервиса, где можно будет отслеживать состояние воды Кореневского карьера. В конце встречи рассказали о спортивных достижениях люберчан. За прошедшую неделю жители городского округа приняли участие в 10 значимых мероприятиях. На турнирах и соревнованиях люберецкие спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал почета. Луиса Эгия, Зарян Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.